У нас в эфире Вашингтонская красавица, представитель Эхо Москвы в Соединенных Штатах и просто глубокий аналитик и хороший человек Карина Орлова. Карин, привет, как меня слышишь? Илья, привет. Спасибо большое за такое доброе широкое представление. Эхо Москвы, правда, уже нет. Ну, что значит, его нет, ты есть. И ты всегда в нашей памяти, особенно, когда ты появляешься на экране утро февраля. Скажи, пожалуйста, вот я всем задаю этот вопрос и тебе задам этот вопрос. Отмечаешь ли ты 9 мая? Ну что, сумасшедшая, что ли? Конечно, нет. Развернешь? Разверну, естественно, да. Я, естественно, не отмечаю никакое 9 мая вообще, в принципе, последние годы. Сейчас, если уж что-то и отмечать, то максимум 8 мая, да, вот так, в принципе, и нужно, потому что в этот день празднуют, ну как празднуют, да, вспоминает, давайте скажем так, Европа, да, и вся западная коалиция, включая США. Вот, а 9 мая – это советский праздник, который особенно-то и не был праздником в советские годы, да, особенно сразу после войны, и праздник, который, собственно, сделал таковым, Путин приватизировал, поэтому сейчас точно можно говорить, что это вообще не имеет уже отношения ко Второй мировой войне, это имеет отношение к победобесию, поэтому, конечно, отмечать 9 мая, вот прям вот отмечать. Я говорю, опять же, только за себя, да, я не ветеран, я сейчас не настаиваю на том, что там ветераны, которые реально остались еще в живых, да, должны делать или не должны делать чего-то, но я вот, у меня такой взгляд на это, ну не говоря уже про то, что просто идет война, которую Россия и Путин вместе с Путиным, не только Путин один, развязали против Украины, да и, собственно, против всего мира, так или иначе, да, посредованным. Вот, поэтому, да, совершенно очевидно. Я вот, ты знаешь, я не принадлежу к тем россиянам скрепным, да, вот помнишь, Сурков сказал, есть такие глубинные народы, да, но ты знаешь, он же не только вот этот глубинный русский, он сидит не только в глубинном народе, хотя там он не глубинный русский, а, в общем, очень даже поверхностный. Глубинный русский, русский вот именно, сидит вообще практически во всех россиянах, включая представителей оппозиции, либеральной оппозиции, да, мы сейчас говорим о демократической. Вот во мне этого глубинного русского нет вообще, поэтому я совершенно спокойно обхожусь без каких-либо, без Достоевского, Толстого, без Масленицы, без Блинов, без Дня Победы, мне вот и так хорошо. Ну, я тебе скажу, что без Достоевского и Толстого я лично тоже обхожусь с большим удовольствием, потому что я их терпеть не могу как писатель, но без остальных русских писателей мне было бы крайне тяжело. И ты говоришь про глубинного русского, а вот у меня любимый писатель Андрей Платонов, да, который писал про сокровенного человека, да, и вот все-таки к сокровенным русским я бы хотел, наверное, приближать. И для меня 9 мая важный очень день. Ее, кстати, все-таки давай лавры там не приписывать, значит, Брежнев его начал делать как праздник, 65-го года он отмечается, он не отмечался ровно 20 лет после Победы, для Сталина он был не праздником, а вот на 20-летие Победы в 65-м году, 9 мая 65-го года он был возвращен именно в качестве праздника. И, ну, с тех пор, соответственно, вот это там прибилось. Чем меньше ветеранов, тем меньше, соответственно, скорби, тем больше вот этого бесия, к сожалению, я все с тобой согласен на 100%, которое там было. Ну, давай вернемся к сегодняшнему 9 мая. Господин Путин, значит, зеркаля реальность, значит, сказал, что развернута борьба, война, настоящая война против России, но что, значит, вот он обеспечит безопасность граждан и жителей Донбасса. Разъединил вообще с точки зрения закона жители Донбасса, они как бы давно россияне, вот с точки зрения, значит, путинской этой поправок в Конституцию. Но в голове Путина явно нет, это хорошо, он это понимает, потому что, значит, аннексированные территории, значит, они не свои. Но, тем не менее, вот он основной упор сделал, что во всем виноваты западные глобалистские элиты. Скажи, вот ты как находишься в центре этих самых западных глобалистских элит, они заметили это высказывание, и что вообще они думают по поводу 9 мая? По поводу 9 мая никто ничего не думает, есть день памяти 8 мая в США, когда проводится церемония именно памяти, да, то есть у русских, как всегда, все перемешалось. Они путают праздник с днем памяти, да. Русские, кстати, не умеют вот память чтить, у них обязательно все должно, ну, я говорю про современную, да, Россию. Вот праздник — это праздник, да, все-таки там из-за Мордигра — это праздник. Там 4 июля — день независимости, да, праздник. А вот здесь есть, например, Мемориал Дэй, тоже так все, да, прям вот праздник. Это день памяти, ну, возлагают цветы. Здесь уже в Америке проводятся церемонии. Я, кстати, не знаю насчет этого года, но наверняка что-то проводилось. Здесь есть мемориал, да, жертвам Второй мировой войны, и туда собираются. Я вот когда, ну, только что приехала в Америку в 15-м году, я как раз ходила на эту церемонию, и там были ветераны, и украинские, и белорусские, и потом мы все пошли в украинское посольство. Вот, ну, меня пригласили мои друзья, журналисты украинские. И, то есть, 8 мая здесь все это вспоминается, да, и в этом же главное. То есть, я вот, мне запомнили слова одного из спикеров на, вот, на мемориале, да, который выступал, американец, потому что нужно помнить, что freedom is not free, а свобода не бесплатна, да, то есть free — это свободный и бесплатный, что у свободы есть цена, и это правда, да, и, ну, понятно, что в России никто о таких мелочах не задумывается, там, и свобода не нужна, и вот. Так что, да, ну, конечно, слушай, никто, я не знаю, там, конечно, обсуждают, наверное, я ничего не читала, честно, у нас в новостях нету ничего про Путина, его парад, вот если что-то про Россию уж говорить, то только что свалилась новость, я еще не успела написать телеграм-канал, прямо в процессе была, что все больше связей обнаруживается у американских ультраправых экстремистов с Россией. Вот выяснилось, что у этого стрелка, который только, ну, стрелка — это ужасное слово, на самом деле, неправильное, масс-шутер, да, тот, который стрелял, убил уже восемь человек, еще там несколько находятся в критическом состоянии, в торговом молле под открытым небом возле Далласа, у него был профайл на Одноклассниках, на ук.ру, да, куда он репостил экстремистские посты белых националистов из других сайтов, например, 4chan, да. Дальше мы вспоминаем Джека Тайшеру, который стрелил документы Пентагона, у которого там вообще целый кружок собрался русских, любителей, знаешь, Путина и России, те, кто поддерживал, да, поддерживает войну России против Украины, ну и так далее. Ну и там еще приводятся другие. Ну понятно, что русские везде как бы очень любят привечать ультраправых, да, там от Марин Ли Пен, партию, которую финансировали, до операций, которые они проводили с той или иной степенью успешности в Германии и так далее, и так далее. Короче говоря, вот где, да, то есть Путин, на самом деле, я думаю, понимает, что вот эта ниша оказалась свободна. Если уж возвращаться, да, ко Второй мировой войне, нацизм победили, западная коалиция, Гитлера нету, а как бы настроения, ну, возникли снова, да, и они есть там и на Западе, там где-то больше, где-то меньше. Вот с приходом Трампа стало вообще совершенно нормально, открыто заявлять о своих ультраправых, экстремистских взглядах, да, белый национализм, нацизм, да, то есть Трамп у нас поддерживал, даже, как я не знаю, митинги, я не знаю, как это назвать, вот эти шествия белых националистов, Шарлотт-Свилле, которые... Ну, социалистов, супрематистов, да, 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 да. Да, ну это сторонники теории превосходства белой расы, которые выходили там все вооруженные до зубов с табличками «Евреи нас не заменят», вот. Вот, и так это было самое, да, невинное, ну, в общем, и так далее. Короче, я думаю, что Путин просто понял, что есть свободная ниша, и он ее занимает вот куда надо смотреть, на самом деле. Путин, мы все привыкли называть его Гитлером, да, и, в принципе, ну, задел там Путлер-Гитлер, но на самом деле это не просто аллегория, это на самом деле он занимает эту новую нишу. Смотри, все эти ниши понимают, почему, например, среди республиканцев особенно... Он его просто копирует, он его копирует и стилистически, и риторически, ну, и в этом есть потенциал, то есть он не просто так это делает, я думаю, что он нащупал в какой-то момент, да, вот эту нишу. То есть, в принципе, вот, может быть, сейчас в России, в путинской России и формируется настоящая идеология, потому что до этого у Путина никакой идеологии не было. Он предлагал все только от противного, да, вот есть плохой Запад, а мы, вот мы просто, вот у нас все на 180 градусов, поэтому мы хорошие. Ничего такого принципиального, как бы, иного он не предлагал. То есть, конечно, понятно, что идеи нацизма вовсе не на вы, да, там, это понятно, но вот он может стать силом, такой местом концентрации вот этого всего. Ну, у него, к счастью... Значит, мне сегодня в соцсетях попался пост, сегодня, да, 9 мая, значит, который написал кто-то из ультраправых сторонников господина Путина, и текст примерно такой, что мы, русский народ, 9 мая 45-го года вырвали наше знамя национал-социализма из недостойных лап, значит, немецких фашистов. По правам высшей расы мы понесем это знамя вперед, и сейчас по праву оно принадлежит нам, и мы должны продемонстрировать превосходство русского народа над всеми и завоевать, значит, там, всю Европу. Вот это я вот, ну, то есть очень близко к тексту сейчас процитировал то, что там было написано. Это подтверждение твоих слов. Да, абсолютно. Слушай, потом, опять же, вот мы-то там, мы же заговорили про глубинного русского, да, и как ты, еще раз, Платонова, как... Сокровенный, сокровенный, сокровенный человек, да. Ты левая, ты должна это знать. Я с вами даже не, там, не каждая, естественно, не все там вообще не могут отличительно там объяснить, да, вот толком, что такое нацизм, там, чем он отличается от фашизма и так далее, и так далее, и так далее, но в каждом, ну, ладно, когда я говорю в каждом, давайте, во всех россиянах, в подавляющем большинстве россиян реально сидит вот это чувство превосходства. Ведь если ты поговоришь с россиянами, которые переезжают, ну, я говорю в данном случае в Америку, да, я живу в Америке, значит, оказывается, что у них, они, конечно, умнее всех, они умеют все, американцы ничего не понимают, у них у всех самые умные, невероятные, талантливые дети, как не спросишь, ой, ну, конечно, ребенка надо в таланты, там эти дети не могут предложениями разговаривать в 8, 10, 12 лет, это просто какие, это просто кошмар, их всех послушать, значит, они все самые умные, они все самые талантливые, американцы ничего не умеют, причем у русских даже не, вот они, знаешь, действительно просто в Советском Союзе люди привыкли выживать, да, ну, это просто такой забавный бытовой факт, и понятно, что не было просто элементарных удобств, поэтому приходилось, да, как бы вынужденно стали изобретательными, из говна и палок собирали там космическую ракету, да. Правильно говоришь, американцы так не могут, они изнеженная деревенщина, да. Смысл в том, что это говорит о чем? Это говорит о том, что американцам это просто не нужно, потому что у них уже есть, зачем изобретать велосипед, если у них есть, да, они не могут, но это не потому, что они там тупые или какие-то неспособные, просто потому, что у них уровень жизни настолько выше, и русские, когда начинают вот это мастерить, да, там, из подручных средств, и им кажется, что они вот такие, а это просто говорит о том, что они из какой-то жуткой банановой республики происходят, да, то есть у них даже не хватает мозгов понять это. Да, если бы банановые, то есть, а то только одни шишки растут. Слушай, давай это, не уходить в эту задорновщину, да, то есть, а то она нас далеко уведет, давай вернемся к сегодняшнему дню, я там хотел тебе еще одну такую же вот ценностную вещь спросить. Сегодня в России, господи, уже заговорил, в Украине, значит, такой мини-скандальчик. Значит, бывший посол Украины в Германии, господин Мельник, очень известный в Германии человек, потому что такой владал прямолинейным и очень жестким. Это он кого-то сосиской обозвал? Да, 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 ну, то есть, он, конечно, передернуто российской пропагандой, да, значит, ливерной колбасой там, значит, было это, но это полностью передернуто, и на самом деле в Украине его очень уважают. По возвращению с задания в Германии он стал заместителем министра иностранных дел, очень заметная фигура внутри Украины. Ну, так вот, значит, находясь в Киеве, он раскритиковал, публично раскритиковал своего преемника, нынешнего посла Украины в Германии за то, что он не пошел к мемориалу Совета, советских воинов Тиргартен, возлагать цветы на 9 мая. Вместо этого тот пошел к немецкому мемориалу памяти, значит, жертв войны. И вот, значит, Мельник сказал, что ни в коем случае нельзя отдавать этот праздник российской пропаганде. Надо помнить, соответственно, украинцев, погибших на этой войне. И в Украине вообще сейчас достаточно много вспоминают такой совершенно неизвестный в России исторический факт. Я его первый раз услышал, приехав в Украину, но проверил, действительно, это значит правда, что людей, которые выдрузили красное знамя на Рейхстаг, было трое. Третий был украинец по имени Алексей Берест. Его потом как бы выморали из истории. В Украине считают, потому что он украинец, вот, я считаю, что потому что он был, так скажем, морально неустойчив. Он там, значит, у него было несколько браков, значит, к нему были вот такие претензии по партийной линии с точки зрения моего морального облика как коммуниста, потому что он был лейтенантом, а, значит, Егоров и Контария были, соответственно, сержантом рядовыми. Ну, в общем, короче, вот Алексей Берест исчез из истории, а именно он изначально и держал этот самый флаг, который потом вот попал на фотографию, знаменитый красный флаг над Рейхстагом. Короче, вот такой спор возник, как ты считаешь, правильно или нет уходить от этих самых старых советских мемориалов 9 мая, или все-таки вот нужно прилагать усилия, чтобы не давать Путину их монополизировать? Так, ну, я точно не буду комментировать, значит, идеи заявления украинских политиков, точно не в моей компетенции, и у меня, честно говоря, даже нету однозначного мнения на этот счет, вот, не разобравшись ситуации, да. Я, давай я тебе вот расскажу пример другой, то есть он тоже, он касается, собственно, этой темы, но просто не касается, да, внутриукраинских дел, в которые я точно лезь не имею право. Вот вчера я была в эфире тут одного американского, ну, YouTube-проекта, ну, его делают русские ребята, и, ну, нормальные. И вот они меня тоже позвали, потому что член ЗАГС собрания штата Нью-Йорк, ну, он русскоязычный, россияне, я так понимаю, в расхождении, выступил с инициативой, чтобы 8 мая объявить днем победы в Европе, да. Да, и, значит, ну, и, как бы, вот, ведущему, который меня пригласил в эфир, показалось это сомнительным, вот, русский, да, там, что-то, ну, типа, там, какой-нибудь провокатор или что-нибудь, на самом деле, конечно, это все не так, абсолютно нормальный, кстати, человек, вот. И он тоже сказал, что нельзя, нельзя позволять Путину, вот, приватизе, то есть Путин уже это как бы сделал, но нельзя давать. И я в этом с ним согласна, абсолютно, потому что есть люди, которым действительно это важно, да. То есть что проще, вот если мы хотим все равно работать с этими людьми каким-то образом, да, то есть, ну, здорово было бы построить, конечно, новую Россию вообще без россиян, вот, без этого большинства глубинного народа, это было бы идеально, но, наверное, это просто уже будет не Россия, какая-то другая страна, вот. А Россия это все-таки страна, населенная людьми, поэтому вот такими, да. Я сейчас не пытаюсь их оправдывать, я просто говорю про то, что, что проще, да, как бы, ну, я не знаю, там, вообще, да, как-то сделать так, чтобы они, там, не вспоминали 9 мая, да. Ну, мне это легко, потому что я человек осознанный, я, там, журналист и так далее. Ну, не стоит требовать это от простых людей, да, то есть у простых людей немного проще связи в голове, да, интеллектуальные, или проще им предложить альтернативу, да, которая будет, по крайней мере, созвучна с, ну, а, допустим, с 8 мая это все-таки день, когда вспоминают жертв Второй мировой войны вся западная коалиция, поэтому я, в принципе, за эту инициативу, да, вот. И, наверное, то есть, вот я понимаю рациональное зерно, ну, как бы в заявлении господина Мельника, что, ой, как бы, надо как-то Путина обыгрывать вот в таких местах, да, может быть, более, ну, что ли, не знаю, не отдавать ему просто, да, на все, чтобы вообще он все забрал и украл. Вот, поэтому вот так вот я выскажусь, но, да, короче говоря, не всем так уж, да, есть люди, которым это важно. Ну, давайте мы просто им, и действительно, ведь, ну, когда там слушаешь запутавшихся, не то, что запутавшихся, там, чтобы запутаться, да, это предполагается, что изначально человек был, как бы, с ясным умом, потом запутался, скорее всего, там изначально все было запутано уже, да, вот, Но как бы не всем понятно, да, и все-таки, ну, мне кажется, что лучше... Как пела группа Крабфак, все так сложно, все так запутано. Наш дурдом голосует за Путина. Но давай обсудим еще одну тему. Поэтому вот сегодня в Москве на этом куцом недопараде Победы неожиданно присутствовал ряд иностранных лидеров, представителей стран СНГ. При этом, то есть еще пять дней назад их визит не предполагался. И в прошлом году даже их не было на этом параде. Тем не менее, вот они вдруг приехали. Ну, я лично считаю, что их чем-то заманили, потому что боялись, значит, новых беспилотных атак. И, соответственно, вообще с ними начали вести работу после третьего числа, когда произошла вот эта вот атака. То есть нужны были какие-то, так скажем, живой щит, да, то есть нужен был господину Путину. Но не важно, на самом деле, что было первичной мотивацией. Нажно то, чтобы факт, что это вот произошло вдруг, да, то есть вдруг они приехали. Как ты считаешь, что могло их заставить приехать в Москву? Что такого могли пообещать, значит, вот этим самым лидерам стран СНГ и примкнувшим к ним Александру Григорьевичу Лукашенко, который был последним, да, то есть который явился, чтобы вот они там под пулей ракеты беспилотников, значит, соответственно, решили приехать и защитить своей грудью Владимира Путина? Я читала мнение, по-моему, Максима Трудолюбова о том, если я не ошибаюсь, ну, какого-то серьезного, да, разумного человека о том, что, возможно, просто эти страны, ну, за вот эти полтора года войны неплохо и начали зарабатывать на этом. Ну, в принципе, в этом есть, конечно, рацио, потому что понятно, что русские. Вот, например, взять Армению, да, туда очень уехало много русских с деньгами в том числе, соответственно, это приток денег, да, в Армению, плюс там всякие банковские операции. Вот если тебе нужно, допустим, ты продаешь какое-то имущество в России, тебе нужно деньги переправить в Европу, как ты это делаешь? Через армянский банк, да, ну, по крайней мере, я, то есть, это законно пока еще. Вот, а плюс, скорее всего, через казахский, да, то есть, это мы говорим про законные способы, а плюс еще есть незаконные способы обхода санкций, экспорт, импорт, да, вот это все, так что здесь может быть, да, такое, что, ну, вот такой поворот. Потом, я не знаю, я не уверена, что, например, ко всем лидерам, которые приехали к Путину сегодня, были применены одни и те же методы убеждения. Возможно, кого-то, например, Такаева, как раз пришлось убеждать экономически, да, а кого-то более, скажем так, слабого, да, слабого в плане и личностном, и слабого политически, и слабого как лидера, ну, достаточно слабой страны, экономически, военной и так далее. Может быть, просто пришлось, не пришлось тоже, а Путин применил свой метод угрозы, в том числе убийства. Я просто слышала от двух, я писала об этом, от двоих человек, которые вообще никак не связаны с собой и не связаны с Россией, и они, я слышала, что Путин просто лично угрожал премьер-министру Нидерландов. Опять же, это, ну, это такое нельзя выдавать, но я просто, да, чтобы люди понимали, что, да, это вот, ну, непроверенная информация, но она идет от двух независимых источников. Они могли, конечно, получить ее от какого-то третьего лица, которое им эту информацию дало, да. Плюс, также, по некоторым данным, ну, тут уже, в принципе, в это легко поверить, что Путин угрожал Януковичу убийством, когда тот собирался подписывать ассоциацию. Тут, в принципе, я вообще верю, потому что Янукович, это что, ну, это, я думаю, что там просто такой мод с операнди. И потом, я думаю, что это просто способ оперирования Путина, ведь он действительно такой, ну, отморозок, реально бандит. И потом были же воспоминания Саркази, да, о том, как его там Путин чуть ли не за грудки тряс. Поэтому это все, как бы, может быть. Я думаю, что ситуации с каждым пришлось, да, по-разному поработать, вот. Но то, что Путин использует, скорее использует метод угрозы, чем, да, метод, там, это, наверное, не кнут уже, аж пистолет, вот, чем морковки, то, конечно, я в это верю абсолютно. Вот интересно, да, вот здесь тот случай, когда мы с тобой расходимся прям строго наоборот, потому что я считаю, что как раз сапогных лидеров, да, потрясти за грудки, это за любки. Потому что они, все люди не очень отважные, так скажем, деликатно. Вот, и на них как раз, значит, эта бандитская распальцовка должна действовать очень так глубоко, да, то есть, потому что это не то, к чему они привыкли. А вот мне кажется, что относительно лидеров постсоветского пространства гораздо проще на них воздействовать бабками, да, то есть на того же самого Януковича во время, значит, вот этой самой Евроассоциации воздействуют и точно бабками, там, просто дали возможность его сыну и всему его окружению очень хорошо заработать на отказе от Евроассоциации. Просто там три ярда дали им между собой, значит, на круг распилить, то есть там абсолютно конкретные живые деньги. И мне кажется, что вот здесь тоже надо смотреть куда-то в эту сторону, но в любом случае это надо понаблюдать, да. Я уверен, что это должно всплыть в какое-то ближайшее время по тем транзакциям, которые проходят между странами, каким-то договоренностям, которые будут между странами. Это очень интересно просто. Вот что именно могло быть с такими аргументами? Просто меня это вот такой азарт исследователя. Вот кого легче убить? Пашиняна или Макрона? Вот Путину. Ну вот если бы он захотел. Ну, скорее всего, Пашиняна. Ну, логично. То есть, вот вопрос, зачем? Там азербайджанцы есть в очереди. Я имею в виду, что если у Путина есть возможность это сделать, то это понимают ведь все, да. И в том числе и там условный Пашиняна. Поэтому то, что у русских на это хватит как бы мозгов и всего остального, это точно никто не сомневается. Это просто группа отморозков, убийц, полностью отмороженных на всю голову, да. То есть Пригожин — это же просто лицо, а на самом деле они все там такие, да. Им надо выходить вот с этим. Вот же свой Пригожин — это они все, да. Это все. Это просто он как бы выставляет все на показ, хотя Путин тоже не очень прячет свою отмороженность, свое быдлячество. Вот. Но это как бы такая квинтэссенция, но они же все такие, там же нету приличных людей вообще. И они все такие, да, убийцы, отморозки, воры, коррупционеры, скоты. Знаешь, Пригожин, мне кажется, это не лицо этого режима, это его жопа. Вот лицом этого режима для меня навсегда останется Глеб Олегович Павловский, царство ему небесное, да. То есть девица Лапшинникова с постоянно бегающими от вранья глазками. Вот это вот, мне кажется, наиболее точная эта картинка, такое, значит, постоянное плутовство. Ну, то ладно, будем наблюдать, как говорил твой бывший шеф, да, время наше, к сожалению, закончилось, да, но надеюсь, что мы с тобой этот разговор продолжим. Спасибо, Илья, пока. Да, с нами была Карина Орлова, известный российский журналист, политолог и аналитик из Вашингтона и Соединенных Штатов. Она с нами была на связи.